Валя, спасибо тебе, что ты сюда привел меня. Поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. Ну и естественно, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Площадь СССР. Его площадь составляла бы 22,4 миллиона квадратных километров или одну шестую часть суши. Только представьте, мы могли бы путешествовать по Европе без визового режима, поэтому железный занавес нас бы мало волновал. Население СССР. Человек, человек и друг. О, точно. Случилась со мной беда, ты мне помог. Случись с тобой беда, я тебе помогу. А вместе делаем общее дело. Ты по-своему, а я по-своему. По состоянию на январь 1992 года население СССР составляло 294 миллиона человек. А в январе 1979 года советских жителей было 262 миллиона человек. На основе этих данных выводим среднее арифметическое прирастание населения СССР в год. Получается ежегодное увеличение примерно на 2 миллиона 460 тысяч человек в год. А теперь проведем несложное вычисление. Итак, 2022 минус 1 тысяча девятьсот девяносто два умноженное на 2 целых сорок шесть сотых. Итого 76 целых двадцать шесть сотых. Прибавляем результат к 294 миллионам и получаем 370 миллионов человек. То есть, если бы СССР сохранился, его население сегодня составило бы свыше трети миллиарда человек. Армия. В 1990-х годах в армии СССР было занято 4,5 миллиона человек, а 120 миллионов было в запасе. Таким образом, получается, что сегодня СССР стала бы страной самой большой армии в мире. Освоение космоса. За время существования СССР было совершено 66 полетов в космос. А сейчас их было бы более двухсот, включая регулярные полеты на Луну и Марс. Промышленность. СССР входит в пятерку стран, которые создавали все известные человечеству виды продукции. Сейчас же СССР занимала бы первое место. Спорт. Спортом в СССР занималось 50 миллионов человек. Сегодня же это число достигло бы 100 миллионов. Из-за этого средняя продолжительность жизни в стране составляла бы 85 лет. СССР обогнала бы по этому показателю даже Японию, где продолжительность жизни составляет 83 года. Экономика. ВВП СССР. Если исходить из официального курса рубля, то ВВП СССР в 1990 году составляло 1050 триллиона рублей или 1,7 триллиона долларов. И это было второе место в мире после США, ВВП которых в 1990 году составлял 6 триллионов долларов. А теперь представим, что вместо развала СССР руководство страны идет по пути сохранения страны, реорганизации армии, прекращение кредитования зарубежных соцстран и диверсификации экономики. В этом случае ВВП страны в 2022 году может стать как минимум вторым или третьим в мире и конкурировать с США и Китаем. А если учесть сегодняшний громадный долг США в 29 триллионов долларов, то реальными лидерами планеты могли бы стать СССР и КНР. Причем без долгов, с ГОСТами, бесплатной медициной и образованием. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. И на сегодня это все. Конечно, это все домыслы и могло бы быть совершенно иначе. Но что вы думаете по этому поводу? Если бы сейчас был СССР, было бы лучше или все-таки нет? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Профессор Гуглов и смотрите наши другие видео.